Активное лето. Туристическая новинка сезона – экскурсия для школьников. Детям предлагают пройти квесты по Бобруйской крепости и Краевическому музею. Урок этикета, который проводится на базе ресторана, и включает комплексный обед. Обзорную экскурсию потом по отелю. В город на Перезине вновь потянулись любители путешествий. Страны-соседи открывают границы, сезон отпусков в разгаре. Приезжих притягивают знаковые места – санаторка, Порт-Артур, рынок. Для гостей существует ностальгический тур назад в СССР или костюм из Бобруйска. Гости нашего города могут увидеть настоящего еврейского портного, который снимет мерку и к концу экскурсии сошьет вам настоящий костюм для деловых визитов или для вечерних прогулок. Это может быть и мужской костюм, и женский. Они сделаны профессионально, с изюминкой, которая оставляет память и хорошие эмоции от посещения нашего города. Как утверждают бобруйские гиды, самые популярные маршруты – те, что связаны с цитаделью и колоритным религиозным прошлым. Действующая синагога – рядом еврейский дворик. Целая группа туристов из Светлогорска приехала, чтобы увидеть эти достопримечательности. Я еще помню до сих пор, как раньше же надо было в Минске всегда через Бобруйск ехать, и как мы мимо этих разваленных синагоги ездили. Я каждый раз думала, надо же восстановить и что-то делать, чтобы действительно, что показывает память. Об этом месте, где люди могут видеть, что с евреями было, я очень рада видеть, как сегодня это действительно оплатилось. Я уже не первый раз посещаю синагогу, первый раз еврейский дворик, но это, наверное, особенные такие впечатления. Впечатление очень красиво, очень интересно слышать историю еврейской жизни, еврейского Бобруйска, поэтому это всегда очень впечатляет. Здесь гостей учат готовить настоящую мацу, в стене плача предлагают оставить записку с пожеланием. Обещают, что отправят прямиком в Иерусалим. Действующая синагога рядом с еврейским двориком, рядом с еврейской культурой, попробовать кошерную еду. Я думаю, что это очень большое благо. Я очень рад, что сегодня посетили нас. Я жду каждого, каждого из зрителей, каждого из населения нашего города, гостей нашего города. Приезжайте, посмотрите, это просто прекрасно. На заднем дворе синагоги казан на 25 литров. Для гостей и прихожан приготовили ароматную уху. Гостеприимно по-бобруйски. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.